Всем привет! С вами Алексей Миряков. Снова отвечаю на вопросы подписчиков паблика Секреты.Про. Начнем. Алексей Коломойцев. Как сказывается прием АЭС с возрастом? По молодости проводим курсы АЭС, делаем графные ПКТ. Вроде бы как восстанавливаем свой гормональный фон, но даже если учитывать все эти факторы, как негативно это может вылезти для нас в будущем? Если речь идет о каких-то отсрочных последствиях, очень сложно предсказать. Как правило, прием анаболических стероидов сопровождается повышенной нагрузкой на большинство органов систем и, соответственно, в будущем может проявиться перегрузка тех органов, которые просто генетически более слабы и более предосположены каким-либо патологиям. Ну и, собственно, с возрастом восстанавливать собственную гормональную систему будет все сложнее. И, соответственно, уже после определенного возраста, если речь идет о мужчинах, то может зайти речь о гормонозаместительной терапии. Далее, Азат Арысланов. Суставы профилактика заболеваний, связанные с тяжелым спортом. В первую очередь, это правильная техника выполнения упражнений. Это более чем 50% профилактики, чтобы не заработать на какие-то травмы. Возможно, в период повышенных нагрузок, там, возможно, какие-то серьезные силовые циклы, в зависимости от того, каким видом спорта ты занимаешься. Приемы дополнительных БАДов, думаю, все о них знают. Это глюкозамин, хондроитин, МСМ, это коллаген, это омега-3. Есть комплексные препараты в магазинах спортивного питания, в том числе Animal Flex, Joint Support от Labrada. В целом, очень даже неплохо показывают себя перечисленные мной добавки. Снижает ли стензолол ГСПГ или это миф? Применение литрозола на ПКТ, плюсы по сравнению с антиэстрогенами. Плюсы и минусы. Да, стензолол снижает ГСПГ. Я встречал научные работы, в которых это было показано на практике. Что касаемо применения литрозола, но плюсом является то, что, применяя ингибитор ароматазы и стимулируя выработку собственного тестерона по принципу обратной связи, вы параллельно еще и понижаете уровень эстрадиола. В случае применения антиэстрогенных препаратов уровень эстрогенов не падает, то есть непосредственно на их концентрацию антиэстрогены не влияют. То есть это положительный момент в использовании литрозола, отрицательный, но можно снизить достаточно сильно эстрадиол, из-за чего может возникнуть проблемы с либидо и другие побочные эффекты, связанные с очень низким уровнем эстрогенов. Ну и, может быть, стоимость, возможно, для кого-то будет минусом этого препарата. Александр Самсонович. На буржуевских форумах на курсе рекомендуют пить ацетилцитеин в дозировке 600 мг в сутки как гепатопротектор, даже на курсе безопасных безоральных астероидов. Есть ли необходимость в гепатопротекторах на курсе только инъекции и как АЦС в качестве гепатопротектора? На тех же буржуевских форумах продвигают такую схему приема ХГЧ 250 единиц дважды в неделю на протяжении всего курса, начиная с первой недели. Насколько оправдана такая схема? Ну, что касается цитилцитеина, действительно обладает как бы антиоксидантными свойствами, считается довольно-таки сильным антиоксидантом. То есть, теоретически он может помочь как бы в детоксикации во время использования стероидов. Честно сказать, каких-то научных работ конкретно не встречал по этому препарату. Возможно, посмотрю пороюсь и дам более точный ответ. Но могу сказать, что многие профессионалы его используют, так же, как и расторопшу. Поэтому думаю, что это имеет смысл. И они делают это не просто так. Что касается схемы, описанной ХГЧ, да, в принципе, допустимо, имеет смысл. Роман Тиралов. ОРВИ на курсе. Что делать? Нужно обязательно бороться с этой проблемой, нужно лечиться. Не советую в таком состоянии посещать силовые тренировки. Более того, продуктивность их будет весьма сомнительна. Все, конечно, зависит от степени развития заболеваний, от природы. То есть, если это вирусная инфекция, то прием противовирусных препаратов, если присоединяется бактериальная инфекция, то это, возможно, антибиотикотерапия, ну и вообще, в целом, различной симптоматической терапии. То есть, там, начиная от, как бы, понижающей температуру, если она не превышает 38 градусов, или, допустим, капли для носа, снимающие отек. То есть, здесь уже нужно конкретно смотреть симптоматику и бороться уже с проявлениями. На курсе, ну, вероятно, стоит снизить дозировки, как минимум, на период отдыха от тренировок. То есть, в принципе, это будет оправдано хотя бы потому, что будет нагрузка снижена. А еще фактором будет являться то, что фармакологические препараты, то есть, которые вот культуристы используют на курсе, они могут весьма серьезно угнетать иммунитет, в результате чего часто болеют бодибилдеры на курсе. Антон Захаров. Привет! Не чувствую левую часть поясницы при выполнении упражнений. Присед, стана, гиперэкстензия. Такое ощущение, что этот участок вообще выключен из-за работы, позвоночник без отклонений, из травм была только проблема с коленом. И сейчас все хорошо. Как бороться? Ну, конечно, желательно, чтобы тебя посмотрел специалист, то есть, лично. Это невролог или травматолог. Он может точно сказать, какие назначат тебе исследования, чтобы выяснить корень твоей проблемы. Но дистанционно могу посоветовать сделать МРТ позвоночника и КТ головного мозга. Может быть, что-то проявится для тебя после этого. Никита Яшин. Чем можно понизить пролактин, кроме Достинекса и его аналогов? Если возникают подобного рода проблемы, порой не стоит заниматься самолечением. Если стабильно повышенный пролактин беспокоит и органисты дофаминовых рецепторов не помогают, то есть, стоит сходить к эндокринологу, не дистанционно обращаться ко мне, а, возможно, провести какие-то исследования, может быть, турецкое седло посмотреть. На наличие каких-либо патологий в последнее время часто встречают случаи пролактиномы. И могут быть различные патологии. Не факт, что у тебя что-то из этого присутствует, но нужно разбираться и более широко исследовать гормональный фон в том числе и препараты, которые ты принимал. Евгений Родин, напишите, пожалуйста, как эндокринолог и выступающий бодибилдер о сармах. В частности, об астарине. Ну, и так далее. Тут он говорит, что астарина понижает все-таки эндогенный тестостерон, в отличие от того, как это заявляется в некоторых местах в интернете. На самом деле, я тоже встречал анализы ребят, у которых происходило подавление выработки собственного тестостерона. С другой стороны, по крайней мере, им попадался, вероятно, рабочий продукт. Тот, который я встречал на рынке России, на практике абсолютно никакого ощутимого эффекта не оказал. Про этот препарат я слышал. Пока еще мало его удалось мне исследовать. Могу сказать, что, скорее всего, не просто так он применяется в олимпийских видах спорта. Но, думаю, основная проблема в том, что рынок наводнен подделками. Думаю, что со временем разберемся в этой теме и какое-то уже выразим конкретное мнение насчет этой группы препаратов. Далее. Василий Курделев. Как сделать так, чтобы при использовании инсулина накапливалось минимальное количество жира? Ну, безусловно, стоит соблюдать диету. В период действия инсулина избегать приема нездоровой пищи, в частности, большого количества животных жиров. Также, в первую очередь, инъекции желательно привязывать к тренировке, то есть, те периоды, когда чувствительность мышечной ткани будет немного выше. Ну, и вообще, я бы не рекомендовал прибегать к использованию этого препарата. Большинство людей не обладают достаточной формой, знаниями и тому подобное, чтобы его применять. Если у вас процент жира достаточно такой внушительный, то, кроме как нарастить еще больше, какого-то эффекта вряд ли вы получите от инсулина положительного. Так, Вадим Глазко. Здравствуйте, Алексей. На тренировке делая подтягивание, хрустнул левый бицепс и руку сковала болью. Отпустив, боль, наверное, прошла. Теперь, когда пытаюсь потянуться, просто повиснуть, сильно продолжает болеть бицепс, причем прижиме динамина. Так, в общем, ты подозреваешь разрыв мышцы или тендинит, у него нет видимых припухлостей, изменения цвета кожи нет. Но странно, что ты обращаешься с такой проблемой по интернету, думаю, тебе ничего не стоит пойти и показаться травматологу. Здесь нет ничего сложного и я, как бы, не тот человек, который будет лучше разбираться в этой травме, тем более дистанционно. У меня есть специализация другая, во-первых, а во-вторых, я даже не вижу, как это все выглядит, не могу ни пропальпировать, ни пообщаться. То есть, сложно поставить диагноз, но, судя по всему, маловероятно, что это разрыв мышцы. Возможно, тендиногенит, возможно, растяжение. Скорее всего, я думаю, это растяжение. В любом случае, сходи к врачу, и он тебе поможет. Даниил Леонтьев. Не имеют латеральные квадры, когда качают ноги, как будто зубную заморозку вкололи в ноги. Держится эффект 2-3 дня. Делал массаж спины и ног, посмотрю, все ровно сказали. Посоветовали сделать МРТ. Что это может быть и что делать? Абсолютно правильно тебе посоветовали. Стоит сделать МРТ. То есть, если речь идет о нарушении чувствительности, нужно проверить спинномозговые нервы, проверить позвоночник. Возможно, стоит сделать КТ головного мозга. То есть, начать стоит как раз с того, что тебе посоветовали. Отсюда уже можно делать какие-то выводы. Так, далее. Алексей Ёж. Добрый день. Заметил, что после любой инъекции или орального приема ААС с высоким анаболическим индексом через 10-15 минут появляется ощущение мокрой прилипшей майки в районе правой почки. Это нормально, но это очень странное явление. Больше похоже на какое-то нервное расстройство, нежели патологию. Не знаю, как там твоя почка чувствует анаболический индекс препарата. Ну вот, и вообще это весьма очень относительная величина. Если очень беспокоят, исследуй почки, сделай УЗИ. Если есть подозрения на нарушение функции. Но это очень странная проблема и симптоматика тоже очень странная. Продолжение следует... Продолжение следует...